Идва ли кто-нибудь на белом свете может похвастаться, что знает эту страну как свои пять пальцев. На это не хватит и целой жизни. Кроме того, вплоть до конца 20 века многие из этих мест оставались настоящими белыми пятнами. Я в Индонезии. Здравствуйте. Сегодня в программе. Мне откроются тайны бесконтактного боя. Листья пальмы расскажут, что сулит мне судьба. А почему про меня написано на странице 58? Я научусь делать индонезийский ботик. Ничего страшного, конечно, нет, если я поставлю кляксу. Но лучше, если без клякса. И стану злодеем, исчадием ада, рованой. Поскольку я не вижу себя, возможно, зрелище я являю собой довольно глупое. Искусство требует жертв. Так уж заведено. Все дороги из России в Индонезию ведут не в столицу Джакарту, а на остров Бали. Должно быть, хитрые индонезийцы сделали это специально. Ведь однажды увидев, этот остров забыть невозможно. Все на Бали необычно. Здесь, например, не один, как у всех, а целых три календаря. Еще и солнечный и лунный. Бали называют островом богов и уверяют, что здесь три миллиона храмов. Сколько их в действительности, никто не считал. Но ко всему, что здесь происходит, точно прикасаются боги. А вообще-то все нормальные люди приезжают на Бали отдыхать, потому что это одно из самых лучших мест в мире для того, чтобы провести отпуск. Это, если вы еще не поняли, меня мажут шоколадом. В 60-е годы остров первым обнаружили серферы. И сегодня Бали входит в десятку лучших мест в мире для серфинга. Ну, а с тех пор остров превратился просто в мировой курорт. Жемчужину. Наверное, такая популярность Бали объясняется тем, что здесь, во-первых, погода отрицающая. Одинаковая, круглый год, в районе 30 градусов. Во-вторых, потому что здесь совершенно фантастическая культура. Сочетание всего, что только может быть. Можете себе представить, у болельцев есть один день в году, когда они все молчат. прыжкает в марте, перед их Новым годом. А самое веселое, что я видел в своей жизни, из-за, конечно, похороны на Бали. Если вам все это не очень интересно, можете валяться себе на пляже и принимать спа-процедуры. За все годы странствий это один из лучших моментов. И тактильные ощущения необычайно приятные. И запах лета уже финила. Хорошо. Это же мечта каждого российского человека. Я весь шоковарен. Каждый раз, попадая на Бали, сталкиваешься с чем-то, что и твой разум понятнее в состоянии. Вот и в данном случае. То, что происходит за моей спиной, называется Санди Мурти. Школа бесконтактного боя. Тура, вот этот улыбчивый человек, чемпион, между прочим, Индонезии, по Панчак-Силату, это местная разновидность единоборств, который, собственно, сам обладает энергией, такой, что не только медики, но и физики не в состоянии объяснить, что это такое. Тура, объясните, пожалуйста, что здесь происходит? Мы в Индонезии называем это конураган. Это как защитная стена вокруг вас, которую не может преодолеть противник, который захочет вас атаковать. Я знаю, что лично вы обладаете способностями, которые не может объяснить современная наука. Но не хотите ли вы сказать, что можно научить таким способностям абсолютно любого человека? научить любому человеку, чтобы иметь эту энергию? Конечно. Я считаю, что такими способностями в той или иной степени обладает каждый человек. Просто ему надо помочь раскрыть их. Но ведь это не столько физическая, сколько духовная сила. Да. И для этого не обязательно быть индуистом. Нет. Вы можете быть и христианином, и мусульманином. Нужны ли какие-то самоограничения, чтобы разбудить в себе эту защитную стену, эту силу? У вас будет эта способность сразу после того, как вы пройдете инициацию. С паренгом в школе туры предшествует разминка. Ничего, как видите, особенного. В основном медитация и дыхательные упражнения. Я могу есть, что хочу. Выпивать, курить и так далее. Разумные ограничения еще никогда никому не вредили. Вы сможете совершенно безопасно есть даже стекло. Я хочу попробовать. Я хочу убедиться сам. Простите. Не хочу обижать вас. Но пока это только слова. Не поверю, пока сам не попробую. У вас будет возможность почувствовать эту силу и самому вовсю убедиться. Давайте тогда так и сделаем. В школе туры нет ни ударной техники, ни даже блоков, обычных для любой разновидности боевых искусств. Вместо всего этого комплекс весьма активных движений, которые помогают концентрировать и применять защитную силу. А что самое главное нужно знать или делать, чтобы обладать этой защитной силой в такой же степени, как ваши ученики или, например, даже вы? Во-первых, тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Во-вторых, чтение специальных мантр. Но уже через несколько минут после инициации сила проснется и в вас. Ее нужно будет только укрепить. Через 5-6 лет вы и достигнете совершенства. Пока происходит что-то непонятное. Я с большой симпатией отношусь к этому улыбчивому человеку, но пока все, что он мне говорит, остается для меня несколько сомнительным. Чтобы окончательно убедить меня, один из учеников был расстрелян кокосами. Но почему-то ни один из орехов не попал в цель. Когда я попросил разрешение бросить кокосом в одного из учеников, я получил отказ. Поэтому пока сам не смогу убедиться. Все равно не поверю. Ну вот пришло время пройти инициацию и мне. КОНЕЦ 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 Несколько минут я сам смогу испытать на себе силу вот этой самой энергии. Или не энергии, но в общем защиты, которая позволит мне остаться на поле боя неуязвимым. И это же такая поле. Напрягите низ живота, как будто хотите сходить в туалет. Вот здесь. Вот здесь попробуйте. Сильно. Сильнее. Идите, идите на него. Вы должны надвигаться на него. А дышать можно? Конечно, но не расслабляйте мышц. Но это трудно. Дышать и не расслаблять. Спасибо, что не выбрали самого здорового. Вы хотите поздоровее? Нет, нет, всё в порядке. Это мой любимый размерчик. Напрягите живот. Вперёд, вперёд, вперёд. Ещё раз теперь с ремнём. У меня только одна просьба. Так, всего две части тела помогают мне зарабатывать на хлеб. Это голова. Я ей думаю. Хорошо, хорошо. И ещё лицо. В моём возрасте без всех остальных частей тела я уже могу и обойтись. Окей, голова и лицо застрахованы. Да. Я сейчас сниму бой. Как вы себя чувствуете? Как человек, который хочет ударить вас. Хватит, наверное. А я могу вас ударить? Нет, нет. Я не люблю есть лампочки. Лампочки, знаете ли, не числятся среди моих любимых блюд. Мил. Вы должны поверить Туре. Вы можете их съесть. Нет проблем. А вы не могли бы съесть первым? Он сейчас есть будет эту лампочку, а потом якобы должен есть я. Нет, давай сначала, давай, Тура. Я тебя очень прошу. Давай сначала. Он первый, я второй. Он первый, я второй. Нет, ну этот фокус. Этот фокус. У нас умеют делать в России тоже. Тура. Тура, я умел это делать и раньше. Я умел это делать и раньше. Вот лампочек я еще не ел за 10 лет путешествий ни разу. А вы можете? Нет. 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 И что, я могу так сделать? Да. Можете. Фокуси. Сконцентрируйте вашу силу. Я не знаю, что на это сказать. Дело в том, что раньше, до того, как я не прошел инициацию, я не пробовал бить по бутылке с минеральным, как называется, забыл от волнения. Может быть, я это и раньше умел. Дальше вообще произошло нечто необъяснимое. Принесли и тестер, которым электрики измеряют наличие тока в сети. Тура попросил всех надеть обувь и отойти подальше. У меня ничего нет. Я не знаю, что я не знаю. Даже если я... Как называется? Кичак? Кунчан. Не получается. Как вы это делаете? Я и сам не знаю, откуда берется энергия. Может, из космоса. Это может делать только учитель. Это требует очень сильной концентрации энергии. А почему у меня не получается, даже после инициации? А вы можете? Нет, нет, нет. А как вы узнаете, что уже готовы это сделать? Я каким-то образом чувствую, когда энергия приходит. Но это ваша энергия, не то, что она приходит к вам, не знаю, откуда. Это энергия самой природы. А вас когда-нибудь смотрели врачи? Нет. Но что мне сделать, чтобы от меня это зажглось? Чтобы я был защищен от плохих людей. От людей, которые заставляют меня есть электрические лампочки. Оставайте у нас на Бали, и у вас все получится. Я не знаю, как это объяснить. Повторяю. Когда вы приезжаете на Бали, ну, не на каждом шагу, но совершенно точно, вы встречаетесь с чем-то, что не поддается никакому объяснению. Спасибо большое. А этот меня в лампочке заставлял приезжать. Как сложится жизнь? Случится ли любовь? Заработаем ли деньги? Как же нам всем хочется знать ответы на эти вопросы? И к чему только не прибегают люди, чтобы заглянуть в будущее. В Бали гадают по листьям пальмы. Называется лантар. Что ждет меня в будущем? Как далеко вы хотите заглянуть? Будем реалистами. Десять лет. В ближайшие десять лет ваше дело будет процветать. Конкуренты вам не угрожают. Им далеко до вас. Первые пять лет пройдут без изменений, а вот на вторую пятилетку готовьтесь к стремительному старту. Вокруг вас много людей, и они завидуют вашему успеху. А вы привыкли полагаться только на собственные силы. Это неправильно. Чаще молитесь, чаще ходите в храм, и все будет хорошо. Сейчас посмотрю, сколько лет вы проживете. Неужели в его книжке написано и про это? Вы проживете не меньше восьмидесяти лет. А как, почему про меня написано вот на странице пятьдесят восемь? Я могу определить дистанцию между вашим сегодняшним и вашим предельным возрастом. А вы просто взяли и открыли вот просто наугад, вот так вот. Вы же задали мне вопрос, а я знаю, как на него ответить. Просто так ничего не бывает. По этим таблицам гадают уже больше ста лет. Почему вы сначала читали вот по этим, по лантару, а потом начали читать книжку? Знаки на таблицах очень сложны. Запомнить их невозможно. Книга помогает мне толковать их. Это как ключ. А зачем второй этот свиток? Здесь все, что касается здоровья. Нет, про это, про медицину не хочу знать. Не хочу ничего знать. Боюсь. Не надо. К вам только приди. Такого найдете? Нет. Ну и потом, если успехи мои случатся только еще через пять лет, ну какой смысл мне заглядывать в медицинские книжки? Не буду. С вашего разрешения я приготовлю святую воду. Прежде чем напоить меня святой водой, священник прочитал молитву на санскрите в священном языке индуизма. Увы, смысл ее остался мне неизвестен. Уж если этот орех даст мне силы, пусть ее будет побольше. Это святая вода. Вам нужно пить ее каждый день, утром и вечером. Ну даже не знаю, что сказать. Я немножко мокрый, я задаченный. Перспектива, конечно, хорошая, но больно долгая. Нам-то всегда хочется побольше и побыстрее. А тут придется ждать. Ну, судьбу не обманешь. Пожалуй, нигде больше холодное оружие не окружено таким орелом мистики, как в Индонезии. Вот этот национальный кинжал пламевидной формы, он называется Крис, наделяется волшебными качествами. Здесь люди верят, что у него, если есть и не душа, то, во всяком случае, судьба, которая может повлиять на судьбу владельца. Знакомьтесь, это Маде. Сколько вам лет? Мне 26. Несмотря на свою молодость, он уже считается кузнецом, мастером по изготовлению Крисов. Скажите, пожалуйста, почему у некоторых клинков форма пламени, а другие прямые? Искривленный клинок это для человека, который еще только ищет свой жизненный путь. Возможно, конечная цель ему ясна, но еще на многие вопросы надо найти ответ. Что еще важно знать о Крисе? В Крисе вообще все важно. Даже помор. Знаете, что такое помор? Нет. Это рисунок на клинке. Он свой для каждого человека. вот этот Крис, например, у него нет никаких семинаров. Потому что это боевое оружие. Оно не нуждается в украшениях. А ритуальный Крис это отражение вашей души. На боевом оружии рисунка не бывает. Я смотрю у вас в кузнице алтарь. Да. Зачем? Потому что прежде чем начать работу, я прошу богов дать мне силу и способность сделать новый нож. Без этого ничего у меня не получится. Только боги дают мне силу и разрешение делать новый нож. А какой Крис вы бы сделали для меня, если бы я попросил? Для вас я бы сделал прямой. Прямой? Но я порой не знаю, куда несет меня жизнь. Искривленный Крис символ юношеских мечтаний. Тем, кому исполнилось 30, подходит прямой Крис. Вот такой прямой. А каким рисунком вы бы украсили его для меня? А что вас интересует больше, успех в делах или в семейных отношениях? Я все хочу. Тогда вам подошло бы символическое изображение рисовых зерен. Они помогут и в том и в другом деле. Кто бы мог подумать? Я думал, что просто это случайные такие рисуночки на клинке, которые получаются от наложения стали на сталь. Люди говорят, что если я, например, возьму чужой криз, какого-нибудь умершего человека, ко мне перейдет его карма. Если вы это сделаете без разрешения, вы просто умрете. Я просто умру, если я возьму чужой. Почему я умру? Криз это не просто нож. Он действительно несет карму хозяина. Это проводник ваших духовных и жизненных помыслов. А если я убью кого-нибудь этим Крисом, тогда вы должны сделать церемонию очищения Криса. Очищение? Да. А если не сделать этого? Крис убьет кого-нибудь еще. Можете показать как вы их делаете? Это обычная сталь. Сталь, потом никель, потом сталь, потом титан. Знаете титан? Знаю. А на Бали у каждого мужчины есть Крис? Да. Должен быть у каждого. Должен быть. что-то снимает шутки. Хи-хи-хи. В самом деле, Бали меняется стремительно, просто на глазах. Я приехал сюда впервые, наверное, лет семь-восемь назад. И это теперь уже почти другая страна. Милый остров стал автомобильным адом. И молодежь, боюсь, растеряет многое из того, что делало Бали таким неповторимым островом богов. Впрочем, надеюсь, на это еще уйдет некоторое время. Если вы поторопитесь, коры что, вы еще застанете. Каждый день на Бали какой-нибудь религиозный праздник. Если не на всем острове, то в какой-нибудь одной деревне, или в одном храме, или на худой конец, в одной отдельно взятой балийской семье, благодарят и чествуют богов. Боги, как известно, любят подарки, их производство здесь целая индустрия. Они продаются на каждом углу. И храмы повсюду, куда ни кинь взгляд, на воде, на скалах, на каждой улице. На Бали особенный индуизм. Внешне он малопохож на индийский. И церемонии тоже особенные. Иногда они проходят в храмах, а иногда прямо у дороги, потому что боги барок тоже требуют почитания. А кроме того, на этом острове просто нет дорог, которые бы не вели к храмам. И это не метафора. Простая констатация факта. В абсолютно каждом балийском доме, хотите верьте, хотите нет, есть собственный храм. Именно поэтому никто не может точно сказать, сколько же храмов на Бали. Дело в том, что жизнь балийца состоит из десятков тысяч различных ритуалов, некоторые из которых начинаются прежде, чем он появился на свет. Особенно это касается женщин, на их худенькие в основном в Индонезии плечи, ложится обязанность делать подношения богам. Каждое утро балийская женщина должна делать подношения богам в своем доме и храме. Да, всюду, где есть вода, где есть огонь, углы, пороги и входы. Сколько же подношений делаете вы каждый день? 65. 65 каждый день. Сколько же это занимает времени? Часа два. Два часа из жизни каждая балийская женщина уходит на то, чтобы сделать подношения. Но, когда я говорю богам, это не совсем точно, потому что речь идет не только о богах в нашем понимании, но и о духах добрых и злых, которые даже сейчас присутствуют и смотрят на то, как мы здесь мешаем этим женщинам заниматься своим делом. Итак, я помогаю хозяйкам гостеприимного балийского дома делать подношения богам и духам. Дело это женское, и у меня как водится не все получается. Офисная техника приходит на помощь в таком богоугодном занятии, как изготовление подношений. Что-то я сделал не так. У вас получилось очень красиво для первого раза. Не так-то просто. Оказалось сделать донышко. может быть это потому что боги чувствуют, что они мне чужие и мешают мне. Ну, знаете, как объяснить, что я не могу проткнуть какой-то палочкой какой-то листик. Должно же быть какое-то логическое объяснение этому. Я думаю, что это просто делается какая-то любая коробочка, туда кладется все, что хочется. Хочешь конфетку положил, хочешь рис. Оказалось, что, годом был. Оказалось, подношения делаются по определенным правилам. В порядке расположения цветов и предметов скрыт особый символизм. Представляете, сколько же надо выращивать цветов, если почти 2 миллиона болезни у женщин каждый день переводят такое количество всевозможных цветов. Белые и синие цветы это для детей. Красный для огня. А зеленый для воды. А это для чего? Это демону. Демону. Ну, посмотрите, я несовершенна. Вы? Да вы само совершенство. Спасибо. Но в каждом из нас есть и хорошая и темная сторона. И мы ищем гармонии. Наверху боги, внизу демоны. Понимаете меня? Пытаюсь понять. Ну, с другой стороны, ты же не предлагаешь ему какие-то услуги. ты просто говоришь, что да, я признаю это существование. Ну, и будь добр, вот, пожалуйста, прими мой подарок. А можете объяснить мне значение этих санга? Во-первых, после церемонии кремации мы помещаем сюда прах наших умерших родственников. Другие санга для богов. Вот этот, например, для Брахмы, бога создателя, бога огня, да, я знаю. Есть санга для детей, санга для старших поколений. А богам нужно писать записку, от кого подарок? Нет. Да, они и так знают. Да, они и так знают. А это ничего, что мы сделали им подношение не утром? Ничего, утром я тоже делала подношение, так что все в порядке. Это окей. Да и на самом деле, главное, боги хотят, чтобы их чтили. И если люди перестают это делать, наступают беды. Так написано во всех великих книгах, как бы они не назывались. Я надеюсь, что боги будут хранить этот дом и приняли мой скромный вклад в это хорошее дело. Спасибо большое, Теремокаси. Вы welcome, sir. Теремокаси. Никто точно не знает, когда возникло это искусство. Искусство нанесения рисунков на ткань с помощью воска. Ботик. во всяком случае, когда в Индонезию приплыли европейцы, они увидели, что местное население ходит в саронгах, очень красиво раскрашенных. Можно предположить, что этому искусству несколько сотен лет сейчас батик стал одним из символов Индонезии. Делают его в основном на Яве. Там, по-видимому, и был когда-то раскрашен первый кусок ткани. Если на Яве промышленное производство, то здесь на Бали небольшие мастерские, где делаются скорее авторские работы. Технология производства не так, чтобы уж очень сложна. Сначала на хлопчатобумажную ткань наносится контур рисунка. Как ее наносили раньше, здесь никто не знает. Сейчас спасает изобретение фломастер. Я вовсе не обязан в точности повторить линию. Так примерно, потому что это же всегда творчество. Здесь уже более ответственный этап. Воском наносится контур рисунка. Зачем это нужно? Для того, чтобы обозначить границы цветов. Делается это, как видите, специальным инструментом. Думаете, у меня получится? Садитесь сюда. Ничего страшного. Окей, я understand. Это очень важно поймать такой угол направления вот этого инструмента, чтобы он с одной стороны не капал, а с другой стороны рисовал. в этом есть сложность. Потом батик пройдет обработку и вот этот воск уберется. Мне кажется, хватит. Я боюсь все испортить. Воск уберется. Так что, в общем, ничего страшного, конечно, нет, если я поставлю кляксу. Но лучше, если без кляксы. Скелет батика готов. Наступает самая красивая часть работы. На этом этапе совсем не надо быть выдающимся художником. Чем это вы посыпаете? Солью? Солью? Вот зачем. Соль размывает структуру краски. Ну, когда нужно сделать облака или воду, например. Вот это да. А перец? Нет. Сахар? Нет. Маслица добавить? Нет, нет. Это специальная соль. Смотри, как интересно. Вот это я не знал, что батик надо посолить хорошенько. Этот закончен? Да. тогда перейдем к другому. По-моему, неплохо. Совсем неплохо. Да, да. Рисовать, конечно, здесь уметь не обязательно, но, во-первых, повышенная аккуратность, а, во-вторых, некоторое чувство гармонии, конечно, необходимо. Какая-то кляксочка у меня здесь налезла. Такие кляксы мы называем бубу. Когда такое случается на границе цветов, это можно поправить, немного разбавив краску водой. на этом заканчивается художественная часть изготовления ботика и начинается скучное производство. Сначала ботик помещают в специальный состав для того, чтобы закрепить краски. Потом вываривают для того, чтобы воск, который разделяет рисунок, отсоединился от ткани. И, наконец, вымачивают в чистой воде для того, чтобы убрать всякую ненужную грязь. И только после этого знаменитый индонезийский ботик приобретает свой товарный вид. Самый верный способ испортить ваш балийский отпуск – провести все время на пляже, жариться на солнышке и ворчать на океанские отливы. Только время терять. По Бали обязательно надо ездить. Только тогда этот остров может быть откроет вам все свои тайны. Это пластик. Короба. Что такое короба? Ну посмотрите сами. Художник, Который способен сделать такое, будет с радостью принят в любой союз художников. А здесь это продается на каждом углу. И стоит, в общем-то, не так дорого. А что означают эти фигуры? Это из балийских танцев. Вот как, да. Палочки для еды. Нет, все, все, хватит. Нет, нет, спасибо. Спасибо, спасибо. Нет, спасибо. Я бы не удивился, если бы мне сказали, что на бали живет талантливый резчик, который способен сделать вот такую фигуру. Но что поражает? Это то, что такие фигуры на этом острове производятся десятками тысяч штук. Как это может быть? Как этого можно научить обычного человека? Загадка. Что-то подсмотрено у природы, а что-то просто невесть откуда взято. Почему-то борцы сумо. Где сумо? И где бали? Жалко, что у меня нет своего корабля. Погрузил бы это бы все, отвез бы домой, поставил на лужайки и любовался. Послушайте, я умею держать в руках стамеску. Я даже пробовал резать. Но невозможно научить человека, если у него нет способностей сделать что-то прекрасное. Я не понимаю, как вам удается обучать такое большое количество людей делать такие красивые вещи. Во-первых, это традиция. Во-вторых, таксу. Это сила жизни. Сила жизни. А где вы берете таксу? Я могу ее купить? Эту силу дает религия. Это бог Саньяуи Суил Кармер. Это бог резчиков? Конечно. Не хожу я в балийские храмы. В этом все дело. Хотя с другой стороны. И медведям можно на велосипеде научить кататься. Нет, какая-то все-таки есть в этом загадка. Потому что, как известно, природа отдыхает на детях. И крайне редко художественные таланты передаются по наследству. Во всяком случае, я что-то не могу вспомнить. Много примеров, когда сын талантливого писателя становился бы писателем. Или сын талантливого скульптора тоже прославился в этой же области. Может быть, правда? Все дело в этих баллийских богах. Самое смешное, что потихонечку начало получаться. Ежевечерне в десятках храмов по всему острову люди собираются для того, чтобы станцевать танец кичак. Потому что для всех, кто принимает участие, это, безусловно, сродни некой, во-первых, коллективной молитве. Потому что речь идет о божественных текстах и сюжетах. Это, во-вторых, народный театр. И, в-третьих, это некие коллективные физические упражнения. Вот такой довольно сложный комплекс. Здесь, в Убуте, танец кичак танцует уже почти 60 лет. И интересно, что принимают с ним участие никакие не профессиональные танцоры, а самые обычные люди. Они не получают за это никаких денег, а сбор от билетов, которые покупают туристы, идет на нужды общины. Конечно, балийским танцам надо долго учиться. И мне досталась роль главного злодея в этой истории. Его зовут Равана. А с другой стороны, я, например, даже и рад сыграть злодея. Потому что, во-первых, отрицательные роли играть всегда интереснее. А во-вторых, что-то есть в этом жертвенное. А можете мне быстренько показать, куда и как мне идти? Пошли. Я беру ее за руку. Да. Моя задача – похитить эту самую ситу и утащить ее в свои там, где он живет. Это Равана, не знаю, в подземелье или там в каком-то поднебесе. В общем, утащить ее надо. Ну, так красиво, может, у меня не получится, но что-то сделать попытаюсь. Кичак – один из самых известных балийских танцев. Можно сказать, это хореографическая иллюстрация Крамаяни, одной из великих книг индуизма. Красивая история о похищении и чудесном спасении жены Вишну, красавицы Ситы, демоном Раваной, роль которого сегодня исполняю я. Ну что, вроде бы пора выходить мне похищать красавицу. Чак! Чак, чак, чак! Чак, чак, чак! Ну всё, Ситу, кажется, я благополучно похитил. Правда, на всякий случай, чтобы я чего не перепутал, она сама отдалась в руки Раваны. Олицетворение зла. Не бойся, всё хорошо, всё закончилось. Спасибо тебе большое. Всё, спасибо. Ой, немножко переломовался. Жарко, конечно. И поскольку я не вижу себя, возможно, зрелище я являюсь собой довольно глупое. Ну что поделаешь? Искусство требует жертв. Ну вот, вроде и всё на сегодня. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами в этот час. Увидимся ровно через неделю. Где-нибудь ещё. До свидания. И простите за хриплый голос. Так случилось. Я тяжело заболел в очередной экспедиции на юге Эфиопии. О том, как это произошло, обязательно расскажу в одной из следующих программ.